полнейшее говно bad 3 блять просто уебански три калика и бать спирминт сперма тропический двойничок пацаны бич-пати обоссанной сало заебись а пахлопись а дава ты долбоеб что ли будьте свободны и он дерьмовый и получаешь вот эту разбавуху просто конкретно то выдраченную цитрусовую хрень парни я немного забываю про такую маленькую мини рубричку под названием лучшие комментарии прошлого видоса но в этом видосе это будет так что три самых топовых комментария по моему мнению раз два и три ты тоже можешь попасть в этот список пиши комментарии и обязательно попадешь если он будет прикольный оригинальный и очень интересный привет парни ну что а сегодня у нас будет то ли распаковка то ли обзор продукта be free bad 3 б 3 б 3 так что давайте распакуем посмотрим что с в новогоднем подарочном боксе от компании берн and be free что они туда положили и собственно протестируем новый продукт от компании берн b3 б 3 а вкратце скажу про этот табак такую вещь что это то что должно раз и навсегда убрать с рынка чербет ли и отдали то есть да это главный конкурент этих продуктов при своем акцизе и цене составляет как я нашел на некоторых сайтах кто продает табак да потому что крупные такие сайты почему-то убрали своих полок интернет-магазинов табаке но я нашел на одном сайте и цена его там 180 рублей за пачечку в 50 граммов но давайте собственно открывать сам бокс бокс выглядит вот так по молодежному молодежный такой бокс граффити и идеология табака будь свободен be free да будь свободен а либо какая-то коллаборация с магазином be free да короче самый прикол в том что ты как бы вроде пытаешься найти be free табака он тебе все равно на первых пяти строчках поисковика выводит магазин be free так давайте собственно открывать смотреть что у нас есть я конечно же его посмотрел но так чисто поверхностно чтобы примерно понимать что с него доставать как бы и про что говорить напихали все что возможно то есть да как бы не пожалели бокс на самом деле очень богатый богат то он табаком но и ништячками давайте потихонечку своими шаловливыми ручками залезем что у нас в первую очередь попадает это два чехла на паспорт один от blackburn 2 от be free а если примерно так смотреть то скорее всего я на паспорт бы наверно отдел все-таки be free потому что он менее брендовый а как бы да нет такой навязчивая прямо прямой рекламы в мерче да как бы и очень здорово выглядит такой зеленый прочая лобутень вот такие вот два у нас чехла для паспорта идем дальше футболочка от компании be free так 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 давайте тоже распакуем посмотрим что у нас на ней нарисован ну как бы не дурак а может сейчас кто смотрит нынешнее поколение и не поймет что это такое да это тасманский дьявол blackburn кстати да футболочка от blackburn а не от be free тут я напутал а качество очень хорошая и ребята знают мой размер и прислали прям размер в да идем дальше два чехла на телефончике один на x max с куда 2 на простой 11 либо простую прошку вроде с хуй с этими хвощи не разбираюсь в этих цифрах потерял линию блять ёбаных айфонов вообще ну прикольный но есть проблемка они пластиковый вот был бы прорезиненный хороший такой резиновый хороший чехол было бы супер а пластиковые ну я не знаю короче выглядит прикольно интересно а идем дальше мундштучки собственно blackburnовский стандартные которые все видели с прикольной резиночкой и второе у нас это be free зеленый яркий молодежный будь свободен собственно то же самое да а тут логотип blackburn а очень странно что небе фришны на берновский ну тип чтобы все понимали что be free это берн пацаны и вы чё блять типа не путайте да а очень пиздатые штучки это у нас вот такие вот я не знаю как называются пины до типа пины до пины тоже с тасманским дьяволом blackburn а очень прикольная прорисовка расцветка очень прикольно выглядят второе be free на это баллончик с краской и еще один берновский это дональд дак многие заценят они мне очень понравились так собственно какой-то зимний набор blackburnовский как я понял здесь у нас идет шарф вот такой вот шарфик и идет вот такая вот прикольная шапочка хотя ребят знаете-ка что давайте мы сделаем вот так да я думаю так будет лучше идем собственно дальше ну дальше у нас уже как бы ничего в принципе здесь не осталось здесь получается у нас пак из четырех вкусов blackburn а это лемон шок это ананас шок это apple шок и almond ice cream это мы отложим на потом и собственно самое интересное здесь три вот таких вот бокса три пака с табаком be free до be free box b3 box вот такой вот зелененький кислотные в принципе ничем они не отличаются давайте посмотрим что у нас в них по вкусам так есть вот такая вот такой обломок честно скажу пачка зеленая яркая акцизная акциз под упаковкой а очень круто но вот этот сука шрифт блять просто уебански знаете на чё шрифт похож помните раньше такая программа была диджей джи 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 блять что-то такое короче там а типа был комплект можно было сэмплировать можно было биты писать можно было миксовать и можно было рисовать граффити вот этим шрифтом да то есть максимально не отредактированный очень грязный шрифт собственно у нас здесь есть банана berry мандарин айс страубери йогурт люблю йогурты water melon holes wine берем это первые вкусы до идем дальше смотреть что дальше по вкусам а грейп сода red гуми бир вот тут кстати в этот шрифт очень симпатичный мне он нравится такой пузырчатый крутой тип будь свободен нарисуй граффити sweet mango soft mint и бери цитрус то есть неужели во всех трех боксах один набор табака да давайте глянем собственно чтобы уже убедиться и понятия какие три калика какие три калика и бать вы меня сейчас съебните по ходу ладно пацаны накидайте мне дизлайков а нет здесь 30 вкусов и все они разные айсбери сибирский лимон кстати интересно давайте к сибирский лимон отложим посмотрим чем отличается от обычную а леди черри я уж я уже решил прочитать название другое оранж крим собственно другой ананас давайте на нас тоже другой попробуем спирминт сперма спайс чай мин чиколей чилл знакомые названия да амброзия это какой-то фумари бля раз разбери сода бля прикольно давайте к отложим тоже потом покурим из них что-нибудь так и давайте посмотрим наш третий бокс так что же у нас здесь тропикал до тропический двойничок пацаны так вэри бэри лемон дропс дарксайт вкус д дс д плюс си молочное печенье я подозреваю что возможно это будет вкус байкала вот прям сто процентов уверен рич грейп дорогой виноград пич пати ха 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 бич пати короче вот это прикольно типа берешь бэт трип и ебенишь на бич пати лемон кола блубери маффин яблочный пирог и лимон чизкейк ну по сути по вкусам здесь все максимально стандартные максимально заезженные вкусы да то есть ну эти вкусы которые по максимум заезженные максимально популярные и поэтому ребята собственно и сделали такие вкусы да и название у них максимально примитивные то есть ты уже никак не ошибешься с этими названиями да ну ладненько давайте-ка мы сейчас все это вот так оставим либо приберем у нас есть четыре вкуса есть печенье есть малиновая содовая есть ананас и есть сибирский лимон я думаю сибирский лимон мы все-таки уберем да потом его покурим просто я вам расскажу оставим три вкуса пачечки ну качественно дать-ка одну подкроем посмотрим что вообще внутри кроется этой кислотной бет-триповской упаковочки да так тут есть прикольная голограмм к на отрывной ленте типа чтобы от подделочки да все это сделать все ладненько давайте так вот откроем наше печенье акцизочку обязательно надо порвать запомните акцизку надо рвать и смотрим что у нас внутри внутри обычная зеленая пачка а вот пакетик уже симпатичный с такой серебрянкой прикольный ну я не сомневаюсь что здесь есть 50 грамм как бы вообще то есть до 100 процентов здесь есть 50 грамм может чуть меньше пакет очень хороший то есть не щербет ли не отдали да нет насчет байкала я ошибся но это похоже деблю си то бля и батья перепутал байкал деблю си до вкус деблю си я его имел ввиду кстати очень похоже да похоже но более слаще более пряние табак у нас желтого цвета то есть обычная вирджиния так окей давайте-ка понюхаем другие потом их еще и забьем так далее другой ананас вообще я когда делаю обзоры на табаки я пытаюсь всегда там брать вкус ананас потому что вот ананас реально хорошим сделать очень сложно то есть должен так взъебаться да чтоб получился охуительный ананас прикольный мне нравится мне нравится ананас пахнет прикольно но как бы нам не получить ту заподлянку да всеми известную всеми любимую когда пахнет охуительно а на деле полнейшее говно просто тогда и откроем наш следующий вкус это у нас малиновая содовая я надеюсь это никогда 10 миллиграмм малинового сиропа разбавили с холодной водой и получилось содовая так давайте собственно нюхать ну пахнет пахнет прям нереально нежная сладенькая хорошие малиной а как таковой содовой здесь нет но скорее всего под содоваясь подразумевается ее легкости по be free будь свободен быть легким да always все дела короче прикольно давайте сейчас тоже забьем и посмотрим ну и собственно давайте-ка мы переключимся уже на момент когда мы это все забьем прогреем немного прокурим и я вам попробую максимально честно объяснить что такое be free будь свободен так а мы вернулись короче по боксу мы разобрались и можно сделать вывод что бокс пиздатый но реально то что лежит в боксе это очень круто и такой новогодний подарок просто охуительный да так что компании берн и b3 b3 be free собственно огромный рахмет за это да а мы идем табаку и тут уже начнется немного другая история а не такая красивая как с боксом и не тут и тут не все так круто да давайте собственно потихонечку начнем а это у нас какой кальян отлично начнем с нашего первого вкуса под названием малиновая содовая да малиновая содовая малиновая сода содовая малиновая сода охуительно как собственно я и говорил когда с пачки пахнет пиздата а на вкус говно но тут не совсем говно я бы не сказала бы так не знаю с чем связано я уже прокурил все эти три вкуса до кого мы все это грели настраивали выставляли скажу так забегу вперед вот в этих всех трех вкусах которые у меня есть есть привкус обоссанной соломы вот реально знаете вот в коровнике солома вот есть привкус вот этой соломой почти во всех вкусах и причем вот эта солома она не то чтобы где-то на отдаленке да она прям яркая и прям стоит перед тобой говорит на попробуй меня да то есть затмевает аромку по вкусу именно по ароматике я скажу что очень слабо не так ярко как с пачки и вот мы буквально этот кальян курим минут наверное по 10 каждый да то есть курили мы их по минуты по минуты три стоят они уже 10 минут вкуса практически уже не чувствуется где-то на отдаленке знаете как дизайнер который обещает вам за дизайнить стакан и уже прошел целый месяц примерно вот что то такое на отдаленке он работает идем к нашему вкусу ананас пах он заебись вот прям заебись как пахло да заебись а пахло пися на вкус здесь тоже слабо но по крайней мере лучше чем она чем малиновая сода да намного здесь вкус немного поярче но все равно не так ярко как блять вот хотелось бы думаешь блящ ананаса в ебу а нихуя то есть вон жри солому да как говорится но он самый яркий из тех что есть то есть а именно из малины то есть да пока до печенек мы не дошли до кондитерского вкуса так и идем к нашему финальному вкусу я его оставил напоследок потому что зарекнулся что d плюс c то есть dark side да то есть d плюс c равно dc а очень как бы какая-то такая ачивочка да есть и пахло довольно таки очень похоже на деблюсе в плане кондитерского вкуса как бы он всегда будет ярким будет всегда приторно он будет всегда яркие и как бы ты не забивал но кондитерка получается чаще всего хорошо немного кислит вкус и не очень похож на деблюсе то есть даже близко больше похож наверно на бельгийские печенье какие-то за что такое кислит плюс а есть какие-то привкусы соломы но вкус у него держится дольше чем собственно у двух его братишек хотя я думаю дава ты долбоеб что ли ты хотел за 180 рублей охуевший дорогой табак да не может быть такого то есть цена вместе с акцизом 180 рублей да это конкурентно способная цена которая игроков многих просто оттолкнет да и скажет я свободен будет будьте будьте свободны но когда ты начинаешь его курить ты понимаешь что не то совсем что есть и я вам скажу так я заметил маленькую вещь когда я курил бифри на прокачаем а мне ребята из команды blackbird из команды берна до выносили кальяны там было все заебись было все ярко но как я понял там был не масс-маркета то что сейчас у нас это масс-маркет и он дерьмовый вот не в обиду будет компании blackbird говорю все как есть я конечно же попробую все остальные вкусы потом потихонечку дав дома по прокуриваю но на данный момент из тех трех вкусов которые мы просто рандомно выбрали а никакой не понравился за учетом наверное печенье но печенье есть печенье кондитерка есть как бы кондитер когда все малина не то чтобы создавая да просто в вода вода где капля малины то есть когда ты попил малинового сока у тебя на дне там остались кропали ты сверху не посмотрев бокал залил туда воды и получаешь вот эту разбавуху просто конкретно то есть но 180 рублей ребят как бы да я возможно слишком жестко сейчас да все это говорю но как бы за 180 рублей я скажу что окей да но не больше то есть крепость она минимальна то есть это не то что какой-то чуть ниже среднего да а это наверное даже легче чем чай ну вот вот прям вот так скажу ананас чуть больше держится да как бы в нем есть какие-то привкусы но они давно уже не ананасовые это все перешло в какую-то выдраченную цитрусовую хрень вкус выдраченной цитрусовой хрени есть ну не знаю в плане бокса все заебись прям охуительно до подарочки прикольно маркетинг визуализация этого всего да как бы охуительно но сам продукт на данных трех вкусах а у меня не вызвал большого вау эффекта и я даже отдаю себе отчетность о том что он стоит 180 рублей но я бы не покурил бы его тут сто процентов вот его бы не покурил бы и даже если он бы стоил бы наверное 160 рублей а как бы вот так это be free будь свободен да как бы ну я наверное закончу всем спасибо это был дава дым всем пока пока обязательно поставь лайк и обязательно напиши свое мнение потому что be free скорее всего ты уже курил